Лицо каждого города для туриста это не только архитектура и люди, но и красивый пассажирский транспорт. Уже второй год подряд на улице города Минска и других городов Беларуси появляются современные инновационные электробусы. Сегодня мы поговорили с следовым пассажиром и узнали его мнение, чем же на его взгляд отличается данная машина от троллейбуса или автобуса. Поговорили с водителем и узнали его мнение об эксплуатации электробуса. С широкой улыбкой и полной гордости выезжает из ворот автопарка красавец электробус Vitoft Max Electro. За свой солнечно-желтый окрас он благодарен жителям страны, которые в свое время всенародно пожелали видеть его именно в этом цвете. Жизнерадостный и яркий, электробус является цветовым воплощением энергии, движения и позитива. Особенно приятно наблюдать за шустрым общественным транспортом в морозные зимние дни, зная, что всегда дождешься его вовремя, так как в отличие от троллейбуса электробус может объехать препятствия в виде аварии или затора. По словам пассажиров, которым уже довелось проехаться в белорусском электробусе, внутри очень комфортно. Довольно часто пользуюсь общественным транспортом и вот как-то пришлось ехать на данном транспортном средстве, ну точнее электробусе, очень понравилось, потому что хорошая обзорность, вот отличается очень от остальных транспортных средств. Такое ощущение, как будто бы я еду в экскурсионном автобусе. Я думаю, что за электробусами будущее. Под стать внешности и его внутреннее убранство. Большая площадь истекления позволяет проникать в салон огромному количеству света. Комфортное кресло, большие проходы, абсолютно ровный плоский пол для уверенного перемещения по салону во время движения. Внутри пассажирского пространства предусмотрена современная система пожаротушения. Есть отдельные розетки на 220 вольт и USB для подзарядки электронных гаджетов. Имеется дополнительный пандус для людей с ограниченными возможностями. Но, как утверждает водитель, пандус еще ни разу не использовался. Причина этого – умная гидравлическая подвеска машины. Она помогает наклонять правую сторону для максимально комфортного доступа пассажиров в салон. Отдельного внимания заслуживает рабочее место водителя. Тут словно в кабине дальнобойщика. Обзор на все 360 градусов, плюс еще камеры наблюдения за пассажирским пространством. А в минуты перерыва можно даже подремать, вытянувшись в полный рост. Тест-пилоту автопанорамы доверили почетную миссию опробовать электробус в движении. Ну что ж, переключаем в нужное положение непривычно маленький рычажок стояночного тормоза, и машина трогается. Мощный 180-киловаттный электродвигатель питается от суперконденсатора, который расположен в заднем отсеке буса. Данный вид питания позволит электробусу находиться в строю на протяжении 10 лет, как утверждают производители из Поднебесной. В отличие от троллейбуса, то, что не нужно тормозить теперь ни на кривых, ни на спецчастях. То есть машина идет плавнее, набирает ход более плавно. То есть от этого и более комфортно для пассажиров. Не надо на каждое дергаться часто. Чисто для водителя, ну, естественно, комфортнее тоже. То есть зарядился, и до следующей станции проблем не имеешь. Машины находятся в стадии доработки, поэтому постоянно при выявлении недосчетов вносятся инженерные поправки в конструкцию электробуса. За электромобилями будущее. Это можно сказать со стопроцентной уверенностью. И самое прекрасное, что такое будущее уже наступает в нашей стране. Яркие электробусы Витовт стали визитной карточкой белорусской столицы. По главному проспекту колесят 12 новеньких машин. В перспективе планируется полностью обновить пассажирский автопарк экологичным транспортом.